Друзья, всем огромный привет! Сегодня я рассказываю вам про свою квартиру, которую я снимаю в Польше, как вы поняли уже по названию видео, за 1000 злотых. Нет-нет, это не обман, это не шутка. Я реально снимаю свою квартиру. Вот эту квартиру, это студия, даже не студия, это однушка-кавалерка с отдельной комнатой и с отдельной кухней и ванной за, внимание, 1000 злотых. В конце я даже покажу вам подтверждение, что я реально снимаю ее за 1000 злотых, потому что у меня есть договор, там указана цена и это реально правда. Поэтому обзор на вот это все благолепие, которое у меня есть сегодня в этом видео. Поэтому ставим лайк авансиком, не забываем подписаться на канал и давайте начинать. Ну и сразу начнем с подъезда. То есть мы выходим с лифта, подъезд необычный. То есть у нас по факту за этой дверью сразу открытая площадка, видите? То есть там по факту уже свежий воздух. Видите? Тут натянули такую вот сетку, чтобы голуби не летали, потому что раньше их просто была куча, этих голубей. Там фигачит жесточайший дождь, поэтому я вам расскажу через стекло. Короче, какие минусы у этого расположения? Так как здесь непостоянная рета в Польше, бывает зима, все-таки через эти открытые двери залетает холод и становится холоднее внутри. Это, наверное, единственный такой, пожалуй, мощный минус, который есть. Но поначалу мне эта идея вообще очень сильно понравилась. И, ну, прям реально я к этому кайфанул и подумал, что не зря эту квартиру выбрал, потому что расположение необычное. Знаете, как Турция или там Египет. То есть отельный вариант сразу с выходом на улицу, и это прикольное. Ну что, входим в квартиру и сразу, в принципе, открывается нам первый такой, скажем так, коридор. Когда-то здесь был отдельный коридор, потому что видны петли, значит, была дверь и тут закрывалась. И в этом, наверное, реально есть смысл, потому что, как-никак, открытая площадка, и эта открытая площадка зимой задувает в квартиру. Была бы здесь дверь, наверное, зимой было бы поинтереснее и потеплее. Но, думаю, дело вообще воне, потому что, на самом деле, я такой мерзляк, и поэтому мне прохладно, потому что обычно людям везде тепло, скажем так, зимой, а мне везде холодно и постоянно мерзло. Идем дальше. Сразу западем по очереди в комнату и постепенно будем все отдельно рассматривать. Сразу, наверное, покажу вам балкон, потому что в Кракове начинается просто какая-то жесть, гляньте. Я не знаю, что сейчас будет, потому что стройку, которая у тебя дома, просто разносит, смотрите. Ну ладно, бог с ним, быстренько покажу, на улицу не пойдут, потому что уже капает дождь. Смотрите, это балкон, такой вот он, скажем так, по-моему, не большой. На поддон внимания не вращайте, я не клиптоман и не тяну всякую хрень и мусор домой. Просто была идея сделать такой для посиделок на балконе поддонный диван. Очень большой балкон, круто вообще, мне очень все нравится. Сами видите, классные виды здесь, да, вот сейчас тоже, несмотря на весь этот трендиск, который на улице творится. Закат здесь просто сумасшедшая. Все, закрываем этот беспредел, идем дальше. Собственно, сама комната. Что касается вот этого угла, кто смотрит мой канал, знает этот флаг, это место. Отсюда записывается видео, тут у меня стоит сразу свет на месте и, скажем так, охраняется. Есть тумбочка под телек, это была с предыдущим хозяином здесь и владельцем. У него был телек, у меня телека нету, мне он в целом не нужен. Выглядит вот так вот окно, это внимание тоже не обращайте, потому что это мобильный кондиционер, и он работает с помощью такой штуки, но я чуть позже покажу, как это вообще в целом все вместе работает. Это рабочее, собственно, место мое. Не было тут ни столов, ни стула, не было ничего. Когда я приехал сюда, сами видите, квартира, в принципе, такая, ну, ремонт очень максимально простой, то есть, ну, все очень простое. Комод, шкаф, то есть, ну, все максимально-максимально просто, какое только может быть. И я начал понемножку делать уже, скажем так, какой-то свой, ну, не ремонт, а вносить какие-то изменения. Допустим, вот свет, я его делал сам, потому что здесь была такая темнота, висела одна лампочка на 40 ватт, и было очень темно. Я немножко переделал, и уже стало светлее, и прям приятно стало работать, находиться. Рабочее место оборудовал прям очень сильно, потому что мне важно, чтобы я хорошо работал, потому что работаю из дома. Ну, и, собственно, вот так вот поставил шкафы, комода 1х1, тоже, чтобы место сократить, и было немножко поудобнее. Ну, в целом, как бы в этой комнате, вот, да, не знаю, как говорится по камере, но здесь 20 квадратных метров вот именно эта комната. А еще учитываю этот факт, то, что в целом квартиры в Польше, точнее, студии в Польше, это такая большая комната, и сразу здесь кухня, все вместе. Только, нет, в этой комнате, все остальное вместе, и кухня, и все остальное. У меня же все отдельно. 20 квадратных метров только вот это вот помещение, да, все остальное вынесено в отдельную кухню отдельно, в туалет отдельно. Это я вам тоже чуть-чуть дальше покажу. Да, тоже забыл сказать важный момент, возможно, почему квартира такая дешевая, потому что у меня прямо под боком костел. Вы это слышите? Возможно, поэтому квартира такая дешевая, но поначалу я реально думал, что я не смогу жить так, я думал, что я не выживу, потому что первые недели, наверное, две, я каждое утро, в 6 утра поднимался по звону колоколов, потому что колокола звонят в 6 утра, в 12 дня, вечером разочек, ну, короче, раз за 4 точно в день они звонят. Я поначалу думал, что это какая-то жесть, и я просто не выживу. Собственно, небольшой рассказ про мобильный кондиционер, который я показывал ранее. Я его вынес на улицу, потому что он довольно шумит, немножко переделал, короче, схему, видите, примотал трубу ко входу воздуха и посетил в комнату, тем самым у меня шума в комнате нету, а холодок идет. Вот так вот капает водичка. В итоге отсюда выходит труба, гляньте, вот так вот, и пишут, что 16 градусов тут дует холодком. И реально от жары в 40 градусов это спасает, потому что в Кракове сейчас просто сумасшедшая жара, плюс я сижу на последнем этаже, это тоже дает о себе знать. Обзор на мою комнату закончился. Наверное, единственное, что я реально сделал, это небольшой ремонтик. У меня была идея поменять пол, потому что пол реально уже типа затеганный, но, ребята, ребята, обращаю внимание, я плачу за эту комнату, за эту квартиру тысячу злотых. И я живу здесь один, я не снимаю ее с кем-то, я здесь живу полностью один, отдельный вход у меня свой, 34 метра квадратных всего здесь, в этой квартире, поэтому она только моя. И поэтому скидка на ремонт для меня тоже, в принципе, есть, потому что, ну, типа можно это все сделать, это не проблема, было бы желание, можно применять мебель, хозяин будет не против. Ладно, идем дальше. После коридора давайте я вам покажу сразу ванну. У меня здесь сразу ванна вместе с туалетом. И как обычно бывает душ, но у меня здесь не душ, у меня здесь ванна с услугами душа. Душ, к сожалению, упал. Не было шторки, не было вот этой вот палки. Это я все отдельно просил купить хозяина, и он мне купил за свои деньги, кстати, покупал даже не я. И теперь у меня есть нормальный душ, можно применять ванну. И обычно у людей висит такой, знаете, котел на стене. Это газ, отопление газовое, в том числе и вода тоже на газу. Но у меня, у меня, у меня центральное отопление, центральное водоснабжение. Это очень хорошо. Чем это хорошо? Тем, что, как минимум, за газ платить было всегда дорого. А учитывая ситуацию, которая сейчас вообще происходит, то газ стал еще дороже, и это будет еще, еще и еще дороже людям, которые снимают квартиру, у которых газовое отопление. У меня центральное, и я сразу такое хотел, потому что всегда было дешевле центральное отопление. И в том числе центральное отопление больше греет, скажем так, квартиру, потому что у вас центральное есть котел, где греется весь дом, да, либо какой-то квартал, и все-таки теплее. Это личный опыт, мое мнение, что все-таки нужно искать квартиру именно с центральным отоплением и центральным водоснабжением. Собственно, о ванне больше нечего сказать, все очень просто. Стиралочка, место для белья То есть все это в принципе здесь было Я сюда ничего не докупал Все очень просто и банально Теперь давайте пройдем в основное место Это кухня Она отделена И это очень и очень важно У меня окно, оно выходит вот сюда На площадку, да, где мы с вами были Я специально нанес вот такие вот штуки На стекло Которые разблюривают окно И тем самым ты не видишь соседей Почему я сделал вот такие вот проставки Потому что света больше просто попадает Напросто И можно, знаете, так вот выглянуть Я вам сейчас покажу Можно вот так вот выглянуть И посмотреть, что происходит Да, собственно, там велик мой стоит Ага, все хорошо То есть в этом есть какой-то смысл Можно вот реально подоблюдать за соседями Типа незаметно Но на самом деле я это делал для того, чтобы Я очень часто бывал такой Только въехал сюда, это был вообще прикол Я стою, допустим, мою посуду здесь, да Мою посуду А тут идет сосед Я такой, мою посуду Отвлекаюсь Смотрю в окошко И проходит сосед Я с ним просто Добрый Ну типа это вообще странно максимально Когда вы глазами пересекаетесь Поэтому я повесил, чтобы за мной не смотрели Потому что я, ну, могу разно выйти на кухню И чтобы я тоже других, в принципе, не видел Когда там стою на кухню, тусуюсь И там посуду мою Поэтому очень важно было разблюдить Но все равно это прикольное решение То, что окна выходят на этот Коридорчик, который, да, внутренний Мне все равно нравится Несмотря на то, что это может быть кому-то неудобно Но меня прикалывает Не знаю почему Я сразу это заметил И мне сразу это понравилось Кухня тоже супер-мега простая Вообще, гляньте Шкафчики, ну, типа простые, дешевые То есть даже не ремонт из Икеи Как обычно у людей висит У меня здесь висит броник на мотоцикл сразу же О, господи, вчера он покатался Блин Машкары налетел нормально Плита у меня здесь электрическая И плита, ну, типа, так себе Поэтому я купил себе мультиварку В целом, плита электрическая Это так себе Потому что она просто У нее два режима Либо сжигать нахрен всю еду Либо подогревать Поэтому я готовлю чаще на мультиварке Намного удобнее, чем на плите Мне нравятся приколы Вот эти польские квартиры У меня уже вторая квартира такая, да Я снимаю, у меня есть вытяжка Но, по идее, мы все знаем Что вытяжка должна выходить в вентиляцию Но мы не видим никакой трубы О, возможно, тут прямая труба через стенку Открываем И понимаем, что тут нету Никакой вообще трубы То есть выход, ну, в никуда получается Соответственно, вытяжка Ну, единственный смысл от нее того Можно включить свет И то, которое светит Гляньте, за крышку Получается, ну, типа, непродуманно, да Или как-то работает Ну, как-то вот так И, соответственно, это прикол Уже не на первой квартире У меня такая штука И такое бывает довольно часто Я замечаю здесь, в Польше Друзья, как-то вот так Вот такая квартира получилась Вот такой у меня обзор получился На квартиру на мою И, как я говорил Я плачу 1000 злотых И 1200 злотых я плачу чинша Да, квартиру я снимал в 2020 году Соответственно, таких цен, наверное, уже нигде найти невозможно Или можно, но очень сложно Но я реально эту квартиру снимаю за 1200 Я показал договор Вот, точнее, я показывал вам договоры И строчку, что плачу 1200 Что я никого не обманываю Это правда И чинш 250 злотых за то, что я здесь наживаю, скажем так Но был прикол один раз у меня Хозяин мне прислал перерасчет воды А я думал, что уже чинш включен сразу во все категории Воды, сколько хочешь, только лей Света, сколько хочешь, только поли В итоге я не жалел ни света, ни воды Ни отопления И в итоге у меня получилось, что я заплатил Еще сверху 2000 злотых за год проживания Получается, ну, просто из-за моей какой-то неосмотрительности Я заплатил больше И плюс я еще жил с девушкой в квартире Поэтому, соответственно, было двое И, ну, было дороже жить просто вдвоем Поэтому тоже нужно быть осмотрительным И понимать, что чинш это какая-то определенная квота Выше этой квоты нужно будет переплачивать и доплачивать Поэтому будьте аккуратны Друзья, как-то вот так Спасибо за просмотр Всем тысячи от квартиры Хороших поисков Удачи вам найти самую дешевую Самую хорошую квартиру И, скажем так, успехов в Польше До скорых встреч Подписочка, лайк И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok